FANPAY.RU, биржа золота Revelation и других MMORPG. Покупайте у игроков без посредников, ссылка в описании. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Всем привет дорогие друзья, с вами Дэвид Джонс и это отчет о первом дне моей игры в Revelation Online. И поскольку это первое видео посвященное этой игре на моем канале, я хотел бы сначала обратить ваше внимание на то, что в этом ролике я буду рассматривать не только возможные проблемы с локализацией проекта, но и саму игру в целом. Признаться, я вообще не думаю, что по количеству фейлов кто-то на данный момент сможет догнать 101 XP. Ну да ладно, давайте начинать. Я сказал, стартуем! А вот перед нами и меню выбора сервера, на каждом из которых, как утверждает игра, многолюдно. Так ли это узнаем уже непосредственно в игре? Я недолго думаю, выбрал сервер Гордон. Ох, Гордон. А теперь серьезно объясните мне, почему все корейские разработчики, как на подбор, не дают настроить графику, звук и разрешение экрана при первом заходе в игру. Кто-нибудь видит здесь шестеренку для настроек? Я нет. Каждой игре мне постоянно приходится сначала создавать проходного персонажа для того, чтобы настроить все это, а потом уже создавать чара с нормальной графикой и разрешением. Мне кажется, что у корейцев это некий тренд. Ну, знаете, что-то типа отсутствия тетивы у луков со времен линейки. Внимание, экстренные новости! Как нам только что стало известно, Тейв Джонс облажался в своем обзоре, потому что игру делали китайские, а не корейские разработчики. Это что же получается? Китайцы копируют модные тренды корейцев? Ну да ладно, приступим к созданию персонажа. Итак, на выбор нам предлагаются следующие классы. Женец! Труин! Страж! Рыцарь! Стрелек! Магичечка, конечно же, Магусечка, Магулечка, Маг! У вас уже есть чувство, будто вы серию какого-то аниме посмотрели? Крепитесь, это только начало! Редактор позволяет нам сделать на наш выбор абсолютно любого фрика большой, средней и малой паршивости. Поэтому, если вашему мастерству создавать стрёмных персонажей может позавидовать любой, эта особенность игры станет для вас очевидным плюсом. Короче, Кратос, настало твое время вершить смерть и разрушение в этой игре! Сука, серьёзно? Зелёные луковки мой первый противник в игре? Зелёные луковки, которые бегают по полю. Одним словом, трэш. Интерфейс в этой игре это вообще отдельный пиздец. Это исключительно моё мнение, это не первая игра, в которой мне он категорически не нравится. Я люблю минимализм и понятно, здесь же всё настолько забито всякого рода нужной и ненужной информацией, что через какое-то время у меня попусту начинает болеть голова. Как будто я себе поставил тысячу аддонов на WoW и теперь играю в симулятор текста на экране. Какие-то ненужные надписи комбо, какая-то постоянно обновляющаяся информация, какие-то всплывающие окна, сидящий анимированный зверёк в углу экрана. Ну а гифковые смайлики при аннотациях это вообще вышка. Почему ты мне смайлики такие дурацкие шлёшь? За донат можно приобрести специальный горн, который позволяет вам прокричать любую информацию на весь сервер, который откроется в новом окне у всех игроков. Не, ну а чё место свободное оставлять, правильно? Свободу ворам хуй мусорам. Заебись. Чётко. Прокачка особой оригинальностью не блещет. Квесты обычные, нам нужно подать, приносить, убивать, разговаривать. В сюжет я ещё не вникал. Просто я ещё не готов стать Хакаге. Сенсей, я стану Хакаге доттебайо. Ты чё издеваешь ещё? Так сказал, не вникал в сюжет, как будто реально собираюсь в него вникнуть и понять, что там к чему. Ну а если серьёзно, то если вы не анимешник, который насквозь пропитан восточной культурой, вникнуть в него вам будет реально трудно. Помимо своеобразной несерьёзной подачи, он мне показался чересчур перегружен безвкусицей и азиатчиной. Квесты озвучены, но не полностью, их приходится читать. А кто в 2017 вообще любит читать? Это сарказм, читать это круто. Но не второсортные сюжеты китайских ММО-игр. Но присутствуют кат-сцены, некоторые из которых заставляют смотреть и не дают пропустить. А те, что пропустить можно, всё равно просят досмотреть за награду в игре. Вы серьёзно думали, что я обойду стороной то, что локализатор забил болт на озвучку некоторых диалогов в игре? Кстати, это встречается и в кат-сценах, ещё и в тексте. Вот тут, кстати, не уверен, может так и задумано, ведь от китайцев вообще всего можно ожидать. Очень удобно стало прикрывать халтуру локализации тремя буквами ОБТ. Некоторые даже умудряются использовать это для прикрытия серьёзных багов, даже несмотря на то, что игра-то уже давно вышла в релиз у себя на родине. Это я не про Revelation, если что. Потому что здесь багов хватает и без локализации. Сами разработчики постарались скрасить и без того комичную подачу сюжета очень забавными багами текстур. На самом деле тут такого хватает, и это далеко не единичный случай подобных забавных моментов, которые рушат атмосферу игры. Нет, ну вы поняли? Атмосферу в Revelation. Ты видишь атмосферу? Нет. Сами разработчики постарались скрасить и без того комичную подачу сюжета очень забавными багами текстур. Слушай, Дэйв, а что же там с внутриигровым магазином? Я знаю, где искать ответы на подобные вопросы. На самом деле магазин в Revelation ничем не отличается от того же Блесса или других фритуплейных MMORPG на российском рынке. Это нехорошо и неплохо, типа как везде. За деньги можно неплохо ускорить прогресс персонажа и, имея достаточно средств, нехило приодеться. Если хотите комфортно играть, покупайте каждый месяц премиум. Имеется большое количество разнообразных костюмчиков, крылышек и маунтов. Блин, игра настолько в азиатской стилистике, что я не берусь судить круто, они выглядят или нет. Но мне кажется, те, кто увлекается восточной культурой, думают об этих костюмах примерно так. Это просто охуенно. К сожалению, я еще не слишком хорошо разобрался в игре, чтобы досконально понимать, какой итем из шопа на что влияет. Ну что ж, настало время включить серьезное лицо. Что же такое Revelation для меня? Серый проект, рассчитанный на аудиторию Китая, в котором, как мне кажется, у людей не очень хорошее понимание вкуса в видеоиграх. Вспомните только бесконечные клоны Хардстоунов, мобоигр, шутеров и всего остального. Ни для кого не секрет, что с Китаем очень часто судятся крупные издатели игр за плагиат. Revelation Online это огромная черная дыра, которая поглотила от каждой ММО по небольшому кусочку. Крылышки из Айона, стилистика из Perfect World, вот только новенького я пока ничего не заметил. Разумеется, назвать проект полным говном и проходником я не могу, так как у игры есть своя аудитория и она вполне себе играбельна. Но, как мне кажется, любой, кто в своем игровом опыте имеет достаточный экспириенса в разных ММО проектах, увидит, что скопировав отовсюду по чуть-чуть, игра никак особо не выделяется на общем фоне. Разве что своей азиатской стилистикой и трешовостью, которая также понравится не всем, тем более в России. Игра, как мне кажется, отлично зайдет любителям восточной культуры и аниме, девушкам и котикам. В этом выпуске я не очень касался проблемы фейлов с локализацией, но если вы поддержите этот выпуск лайками и комментариями, я поставлю выпуск роликов по этой игре на поток, как и по Bless Online. И в них уже буду затрагивать фейлы, новости и обновления игры у нас в России. Так что все в ваших руках. А на этом мой Кратос в шапочке-коровке с вами прощается. Не забывайте комментировать это видео. Ставьте пальцы вверх или пальцы вниз, если вам понравился или не понравился обзор. Пальц вверх, пальц вниз. Не забудьте поделиться этим обзором с друзьями и с агильдейцами. На канал подпишитесь. Приходите на мои прямые трансляции на вот этот вот канал. Сделайте себе клевый овощной салат. Это вкусненькое счастье. Здоровья вам. С вами был Дэвид Джонс. Пока. Фух, блин, наконец-то закончил снимать этот обзор. Так, пора выходить из игры. Так, выйти из игры. Выпустите меня отсюда! Отсюда!